огромный не знаю раз пять да еще буквально три секунды ты уже выкупался эти сазаны конечно они эмоции дают нормально это не карпы с платников мы конечно надеемся на трофей на реке поймать за пять дней всем привет друзья меня зовут александр мазуренко и вы на моем канале нитфо карп у нас долгожданная рыбалка это река днестр вернее канал соединяющий реку днестр с лиманом это глубокий турунчук приехали половину дикого сазана ну и посмотрим что у нас из этого получится первым делом сейчас я буду готовить горох и покажу расскажу вам а пока будет готовиться горох будем собирать наши снасти мы уже на месте разгрузили снасти катя ловит на классический фидер снимает видео увидите у нее на канале а я буду заниматься диким карпфишингом вот так расположились место палатка наша тут вещи в этот раз не забыл я печку мы будем здесь пять или шесть дней так что затарились нормально друзья секрет как варить горох первую очередь мы берем круглый не лущеный горох он вот так выглядит высыпаем это все дело ведерко самый главный секрет это варить горох на воде из водоема вот заливаем водой оставим его буквально на час он напьется воды ставим его быстро на горелку и варим тогда сварится буквально за 15-20 минут пока настаивается наш горох буду собирать снасти ловить карпа я буду на два фидера и две классические карповых оснастки с длинным флюрокарбоновым поводком буду вам показывать все в процессе друзья горох настоялся уже поставил варить его потихонечку набухают мы собираем снасти одну удочку уже забросил карповое удилище с длинным поводком комбинированный флюрокарбон вместе с поводочным материалом я вам показывал но в этом видео обязательно еще покажу монтаж безопасная клипса вот такой груз для того чтобы держал хорошо на дне не тянут течение сильное сейчас сюда еще сделаем поводочек забросим вторую и будем собирать фидера друзья вот так я делаю этот поводок две горошины поводок с резинкой небольшое количество поводочного материала и флюрокарбон привязываю я узлом олбрайт таким же узлом как и привязываю шок лидер к основной леске делаем петлю протягиваем потом поводочный через петелечку оставляем буквально чуть-чуть для того чтобы поводочный как раз играл и разворачивал крючок у рыбы во рту далее зажимаем и делаем поводочным материалом вокруг флюрокарбона вот такие там раз пять наверно оборачиваем не больше больше не нужно и два оборота в обратную сторону и опять же протягиваем через ту же петлю вытянул сам пальцем вот так все теперь смачиваем и затягиваем вот просто идеальный узел обрезаем лишние концы сейчас я вам покажу это шедевр и работает на днестре уже проверено сколько флюра там а флюра делают сантиметров пятьдесят ну где-то вот такой поводочек получается весь в сборе друзья горох наконец-то доваривается и вот было пол ведра сухого получилось полное чуть ли не с горкой уже вареного практически практически готов туман такой ничего не видно красивый желтенький и ночной трофейчик пожаловал на супер секретную снасть не снимай я потом расскажу подписчикам напомню и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро, друзья! Вы видели... Утро неплохое... Поймал два сазана... И один оборвался... Ну, оборвался вместе со снастью... Сильное течение... Прям очень сильное... Я не помню такого, что было... Несет траву... Набило траву на леску... Не обматывал... Рыба еще дернулась... И забилось кольцо... Не лопнула леска... Обидно, конечно... Но все равно... Два сазана я взял... Ночью вставать... Вообще было неохота... Лодки носятся... Просто одна за одной... Спать... Тяжело... Если чуткий сон... Просто невозможно... Всю ночь... Просто не прекращая... Гоняют лодки по реке... Покормил только... Кормил с руки... Потом... Катя проснется... Поставлю... Телефон... Или она подснимет... И... Увидите... Просто... Лопаткой с руки... Кормишься... Дистанция ловли... Где-то... 20 метров... До 20... Вот такие дела... Ух ты... Хороший... Это уже подходит, да? Похоже, хороший, да? Ну понятно... А они сопротивляются... По-самешечему... Они сопротивляются... Хорошо... Очень большой... О! Все, сошел... Капец... Он реально классно сопротивлялся... Хорошая рыба была... Ого! На реке увидеть паровоз... Это прям... Радует глаз, друзья... Такой паровоз был... Мы подорвали... Смотрите, что делает... Ух ты... Не хочется опять, чтобы сошел... На храпом тянуть его... Уже перед этим... На эту же удочку был сход... И опять... Поклевка... Покормил с утра... Видите... По чуть... Дело пошло... Ох, ривер отрабатывает... Как раз ривер используется... По назначению... Предназначен для рек... Сильным течением... Вот его стихия... Тут буровка... Еще одна есть... Уже цеплялся... Ух... Солнце... Ничего не видно... Домики... Это дикие сезоны, да? Дикие сезоны, да... Это... Они того стоят... Друзья... Одна и та же удочка... Работает... Сейчас вот эту достанем... Все не буду... Я буду тебя... Смотри... Что творит, да? Эти сезоны... Конечно, они эмоции... Дают нормальные... Это не... Не карты... С платников, да? С платников, да... То люди говорят, что... На дикаре... Всегда ярче эмоции... Ну... Ярче по той причине... Еще... Что ты не знаешь... Что клюнет... Реально может клюнуть... Как... Мелкая рыба такая... Но она тоже... Очень бойкая... Так и трофейная... Мы, конечно, надеемся... На трофей на реке поймать... За пять дней... Ну... Мелкие эти тоже дают... Свой адреналин... Не хочется слить... Можно было бы... На озере таких килограммовых... И не чувствуешь... На храпом просто вытаскиваешь... На глиссер можно вытягивать их... А тут... Попробуй... Каждая рыба достойный соперник... Не сдается вообще... Ни капельки... Мне тут даже до шок-либера... Не надо будет... У нас в ротке стоит... Это ривер до 260 грамм... Он его просто в дугу сгибает... Против солнца плохо снимать... Ну, как есть, ребята... Сейчас... Солнышко встает... С противоположной стороны... Ох ты, длинный такой именно... Фак в том, что... Ловится... Да... Такого бы на фидорок сейчас там поймать... Было бы, мне кажется, просто море эмоций... Друзья, вот так выглядит сваренный горох... Видите, он ровный... Напитался... Хорошо раскалывается... Видите, придавливаете... Он раздавливается... Вчера ночью уже сварил его... Не стал кормить... А с утра вот покормил... И, пожалуйста... Уже... Четыре карпика мы поймали... И... Как это делаю... Смотрите, вот ковшик... Берем... И прям вот так с руки... Раз... Играет музыка... Кормим выше по течению. В зависимости от того, какая интенсивность течения. То есть, если течение сильное, становимся метров 15-20. Если течение не сильное, среднее, то становимся буквально до 10 метров я стою. И так кормим. Течением сносит ваш горох по вашим снастям. Течением сносит ваш горох по вашим снастям. Может, опять таранька такая? Что-то есть, да. Не так. Тарпик. Верно в коже небольшой, как был. Люська. Да, малюська. И прям сразу 5 минут после заброса где-то такой малыш. Уже второй такой малыш клюнул. Видите? На тот поводок, который я делал. Флюрокарбон, совмещенный с волосом. Монтаж с резинкой. Две горошины. Вот на такой монтаж тоже клюют карпики. Такую рыбу мы сразу выпускаем. Не мучаем. Пусть плывет дальше. Пусть плывет дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Друзья, это капец Только я подумал за эту удочку Она стоит просто на палке Закинул, думаю, еще одну Обратили внимание, чуть не уплыло Ставить вы без удочки еще чуть-чуть Лодка за лодкой, капец Вот такие дикие сазаны Вот такие дикие сазаны Сумасшедшие, как стартанул Лодку испугался Я не думаю, что там трофей Но такие дикари Они сумасшедшие Реально без фрикциона рыбу Вытаскивать вообще нельзя, она смыкнулась И оборвалась Тут еще на шнуре Это какое-то Расходовое удилище Поставил, думаю, мало ли Может, что-то сплюнет Крупнее Это крупнее, да, чуть-чуть Обычно Это 3-4 где-то Да, да, да Смотри, хороший Я тебе говорю, сейчас посмотришь Чуть-чуть крупнее, чем обычно, да 3 железные Я 3 железные даю Сейчас взвесим 3 железные 3 это железные Ты вспомни Ну, это побольше, чем обычно клюют Ну, 2, 2 с копейками Хороший Вот это сазан уже другое дело А я думаю, что 3 Ты помнишь, когда казалось, что 5 килограмм нету А мы взвесили, а там было 6 Он жирный такой Так это тоже пастрикой жирный Смотри, какой он Горохом отъелся, да? Угу Сидел хорошо Это уже трофей Да нет, есть 3 килограмма, не выдумывай Можно взвесить Взвесим его Главное, не под жабры в пакете Ему ничего не будет Сейчас мы быстро его выпустим Ну, я же говорил, чуть больше двойки Понятно 2,255 Я впечатлила сильно Отлично, первый трофей А то обычно килошные клюют Это уже все Это уже речной трофей Дырочку его сейчас в норку впустим Пусть пока сидит А потом вам покажем В последней серии Какой будет улов общий Садок большой Им ничего не будет Им будет хорошо там Силиконовый тем более Он же рыба не трется в нем Это специальный спортивный садок Друзья Хотел еще вам напомнить Что у компании Favbet Прямо сейчас Акция 21 тачка В самом разгаре И ставка всего 100 гривен И ты уже участник Есть возможность выиграть Ford Или главный приз Jaguar XE А также они дарят путевки На футбол в Европу Поэтому ссылка в описании Ты знаешь, что делать Огромный? Не знаю Чуть не украл Я просто еле Это капец Я постоянно за ней смотрел На последнем ты уже Этому ее схватил Фу, у меня аж Чуть сердце не остановилось Пацан Реально я так смыкнулся У меня сердце заболело На эту удочку На эту удочку плюют трофеи Если этот головой не трусят Вообще Раз, пять Да, еще буквально три секунды Ты бы уже выкупался Не, она утонула бы Это не та удочка Тоже такой же По двоечку Фу, капец Колокольца у нас не хватает Колокольца нету Надо пойти по берегу Пройтись Колокольчик попросить на нее Сигнализаторы все заняты Вот так Случайно удочка Просто думаю Поставлю еще одну Мало ли А тут как раз попал на точку Где карп крутится Что видать Корм снесло еще ниже Чем предполагалось И он весь тут крутится Друзья Пошел у соседа Взял колокольц Для того, чтобы удочку не потерять И такая ерунда Он приехал вчера в час дня И до сегодняшнего времени Вот там уже тоже 12 час Ни одной поклевки Он говорит Даже садок не намочил Такого, говорит, еще не было А у нас, видите, разрыв Значит, что-то мы делаем правильно Друзья, не клевало Решил перебросить А там висит вот такой карась здоровенный Ну, тут полкило точно На горох Видите, на фидер пока не хочет На горох клюнул На снасть, на поводочек Вот иж груз Вот рыба Друзья И решил вторую перезабросить И вот такая Таранька огромная Ты уже, кстати, не первая Я сразу выбрасывал Но решил вам показать Это тоже на поводок С горохом Друзья, ну и подводим итоги Прошли сутки Поймано там 7 или 8 карпов Один карпик даже 2,200 Это уже довольно-таки неплохой карп для речки И буду заканчивать это видео Будет еще одна серия Кто хочет увидеть итог вообще нашей рыбалки Сколько мы поймали рыбы И какие были трофеи Обязательно подписывайтесь Ставьте колокольчик Для того, чтобы не пропустить И будет следующая серия А также на этой рыбалке Я хочу снять обзор своих снастей По прошествии уже Какие-то снасти год Какие-то снасти уже 2 года Обзор своих снастей И отзывы О том или ином продукте До новых встреч, друзья Пока! Субтитры сделал DimaTorzok